всем привет в этом видео поговорим о недавнем кейсе моем случае с человеком как люди ведутся грубо говоря на халяву ко мне недавно пришел человек это мужчина пришел на бесплатную консультацию и у него был такой запрос что вот говорит я вот у меня есть такие в жизни события когда я дохожу к каком-то результату я не могу его полностью как бы до завершить то есть получить конкретную прибыль более конкретно что у него происходило это как бы он считал что он зарабатывает деньги вот к нему пассивно пассивно вот важный момент это пассивно приходят деньги они там копятся откладывается он там какую-то придумал да идею решил ее реализовать как бы особо не напрягаться 5-10 минут для того чтобы там у него накапливались а деньги потом он их там выведет что-то было связано с темой там с темой там криптовалюты что-то такое и получается что купится деньги вывести не может и как бы достаточно уже такая хорошая сумма накопилась да и он считает что блин но я хочу их забрать эти деньги и объясняет что что-то ему мешает что сопротивляется и в жизни так раз за разом происходят такие события где вот вот что-то не так самое главное там не сильная агрессия что вот не удается да человек злится агрессирует ну в принципе да логично да как бы ты такие деньги имеешь то есть тебе хочется их забрать это твое принадлежит но не получается и вот мы проводим эту консультацию и я объясняю человеку что внутри есть проблема если это повторяется и есть какой-то стопор он есть подсознание то есть он есть подсознание его нужно устранить тогда возможно деньги можно будет вывести то есть невозможно это сто процентов вывести если стопор действительно там но после разговора я подумал что-то как-то очень так звучит да интересно вот у него вроде там деньги копятся что все классно вывести не может и ему люди говорят что вывести эти деньги человек который там я не знаю служба поддержки или что ну скорее всего просто его разводят до человек горит нужно еще внести деньги нужно еще внести деньги там сумму и тогда у тебя все получится вывести то есть и про после консультации я просто проанализировал этот момент то есть да мы пришли к тому выводу что он он сначала найдет деньги оплатит мне и тогда уже будет решать эту проблему я уже заранее понимал что это не сработает как есть внутри вот этот триггер и проблема вот эти страхи которые мешают ему это сделать то есть подсознание его не пускает и получается после консультации начинать думать а что если на самом деле он повелся на халяву его грубо говоря кинули ну скорее всего что просто-напросто человек поверил чудо волшебное мышление что он будет как бы особо не напрягаться курить бамбук бабло зарабатывать он фильмах это мог насмотреться еще где-то ему что-то подкинули внушили доверия недостаточно уверенности то есть ощущалось до при разговоре что человек недостаточно в себе уверен но в принципе да и дав я вот понимал когда с ним разговаривали с ним можно говорить он адекватен но вот это вода червь сомнения всегда присутствовал в плане того понимает ли он в целом что именно происходит как оказалось нет ну и вот прошло время то есть звонили с еще раз то есть да поддержку оказал человеку просто стол что можно сделать какие сейчас можно применить до действия чтобы не переживать потому что он успел внести деньги дополнительно чтобы вывести те деньги которые у него есть ему не дают обратной связи и тут уже я начинаю понимать что скорее всего что так и есть ну тоже иногда нельзя спешить вот и просто прошло еще несколько дней он мне я также написал до задал вопрос что как у вас на самом не отписал что как бы ну не лезьте как бы и так далее это не ваше дело вот какая мораль бога вот этого всего я понял для себя что если вы мужчины будете вестись на какую-то халяву что вам где-то что-то прилетит во столько раз нагнут у вас есть не прожитые страхи и не прожитые уроки вы будете с этим сталкиваться вновь и вновь пока наконец-таки не поймете а вот вопрос хотите вы с такими ситуациями сталкиваться а вообще знаете чего вы хотите в жизни делать вы понимаете где вы хотите реализоваться не где-то там пассивный активный доход вам деньги будут прилетать все эти идеи это все конечно классно но если это не ваша тема у вас только будет интересных событий так как у вас столько там страхов будет вы не сможете реализоваться вы будете бегать по замкнутому кругу и будете возвращаться в найм а в нами у вас там будет человек который будет вам платить зарплату и так доживете до конца жизни поэтому кто понял о чем я имею ввиду я приглашаю на консультацию у кого-то есть что-то похожее кто-то кто хочет реализоваться в своей теме в удовольствие делать то что хочешь нет никаких нет никаких рабских работ или начальника жду на консультацию всем пока